Девушки отдыхают Мы уже на 2100 метров поднялись Едем к источникам Джиласу И пойдем на поляну Эммануэля Поздно добрались до поляна Эммануэля Весь день ушел на дорогу И лагерь ставили уже в темноте И гору в общем-то и не видели Только предполагали, что она вот там должна стоять Но утром мы проснулись И увидели просто пятизвездочный люкс Вид из палатки Вид на изгруз Сейчас пойдем на акклиматизационный выход До долины грибов каменных Вот наша палатка Мы вчетвером поместились Это уже успех, что мы поместились Вчетвером со всеми вещами С рюкзаками И спали как младенцы Эльбрус с севера Вообще очень сильно отличается от Эльбруса С юга Такого вида на гору И обе вершины там практически нет Нет вот этой прекрасной зеленой поляны Там тоже очень здорово Там тоже очень здорово Но ради этого вида из палатки с утра Уже стоило ехать Зовут, зовут нас Собираемся, идем Я даже не знаю Я больше люблю Больше форматную фотографию Или скорее ненавижу У меня рюкзак С двойными ботинками Тушенкой, консервами Теплой одеждой 22 килограмма Плюс 10 килограмм Фотоаппарат, штатив и пленка Не знаю, ну Прорвемся, наверное Ты в отпуске? Ну как отдыхаете? Это лучше, чем на море Но в целом Наш отдых такой 30 килограмм за плечами Подъем сколько сейчас? На 300 На 300 Осталось 700 метров Осталось 700 метров Вроде как немного Но когда вы идете вот туда Это лучше, чем лежать на пляже Друзья, сегодня мы добрались до высоты 3 800 Сделали одну заброску в следующий наш базовый лагерь Завтра сюда перенесем все снаряжение Палатки, спальники А сегодня рюкзаки были По 30 килограмм примерно У меня в рюкзаке был фильтр для воды Салфетки И понеслась 360 грамм 240 600 уже 900 Ботинки с чечевичным супом В общем, друзья Желаю вам всем Гречи с тушенкой Сейчас высота у нас 4570 Мы дошли до начала скал Ленца Это самые нижние скалы Мы вышли с 3 800 За 4,5 часа дошли Это уже серьезная высота Сейчас попробуем сфотографировать Здесь отличные ледяные ущелья И в тумане, в облаке Виднеется гора Главное правильно все померить Я уже ничего не соображаю Можешь вырукаться, запикаем Я несколько раз предлагал Мне не надо Может сегодня так высоко идти Пойдемте вниз Давайте отдохнем Посидим Вот а завтра только возьмем С собой горелку Тут скопятим чайку У нас почти не осталось воды Температуру могу сказать только Свою У меня на руке 23 градуса на руке Это отлично Жив! Я снимаю с оранжевым фильтром Новый утро фиолета Сейчас попробуем снять Спонсор нашего сегодняшнего показа Фирма La Sportiva У нас целая линейка ботинок двойных Barunstes, Pantik и G2 И сейчас у меня важный вопрос Мы на высоте 4,560 Нижние скалы Ленца Лед, снег Саша, тебе тепло в этих ботинках? Очень! Дима, тебе тепло в ботинках? Тепло! И мне тепло в этих ботинках Но если нет разницы То зачем платить больше? Любителям зимних горок С высоты 4500, да? Ну, в общем, 4500 метров Вы можете очень шикарно прокатиться На ватрушечке Ехать примерно километра два Хорошо, хорошо, но мы надеемся Возьмем 4,568 метров Продолжение следует Первая разница в моей жизни Но завтра Чтобы идти больше вверх Так добывают еду люди в горах Я уже отснял всю свою пленку Пленка закончилась У нас закончился чай Мы пытаемся С помощью Джек Гойла Растопить снег В принципе, у нас уже неплохо получается Скоро будем пить чаек Вот тут такой вид Шикарный Мне понравилось, что меня гиды подгоняли А я вот в своем медленном темпе Мне так понравилось Я иду Реально наслаждаюсь Шажочек, еще сажочек Дыши Пяточка, носочек Дыши Мы и так обогнали группу Часа на полтора, наверное, да? Да, мы вчера на полтора часа меньше Ой, дольше шли На эту высоту Вообще, отличный темп Санечка, я тоже твои палки взял? Да, давай Это Антон В общем, сегодняшний день One of the best А вот наши гиды До сих пор не могут остановиться Они немного чокнутые Мы их тоже не можем остановить А голова, чтобы думать Ноги, чтобы ходить Никто не может меня остановить Пытаемся С высоты 4 650 метров Прошли в связке Опасную зону трещин Возвращаемся в базовый лагерь Сегодня у нас день отдыха Я рассчитывал, мечтал Что будет солнце Мы посушим все вещи Помоемся Помоемся С мылом Перезаряжу пленку в кассетах Отдохнем Сварим супчик Пока что Снегопад Снегопад Гроза надвигается Мы слышим Раскаты грома В общем Перспектива Просидеть тут В палатке Везде Даже не знаю Что будет завтра Посмотрим Погода Сум Погода Красный 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 Где наша Мунтайн Эльбрус Вестерн Топ Йеп Вестерн Топ Красно Видите это? Нет Видите это видите мы сразу отсюда в час ночи пойдем на вершину но знаете дальше завтра посмотрим лично я хочу форматной камерой найти до вершины там сделать 4 кадра по сторонам света и благополучно спуститься вниз поехать к жене и дочке потом лабораторию проявлять печатать посмотрим посмотрим на вершину пойдешься да конечно пойду куда я денусь главное спуститься на горы потом а так все нормально I'm going to the summit to be on the highest point of my life and but the best thing afterwards is people says he's key Banya especially with my Russian friends so definitely he will go tomorrow yes yes I will until I die maybe we go to the western summit as well we will see no way man мы фактически на пределе наших физических психологических возможностей мы собираемся завтра прыгнуть в неизвестность мы абсолютно не знаем что там будет еще выше хватит ли нам сил как мы себя поведем как поведут себя мои друзья как я сам себя поведу в трудной ситуации будет очень сложно но я чувствую что мы способны это сделать даже на пределе своих сил но мы способны это даже не пяточка в носочек это не носочек в пяточку это пол ступни не больше но вчера мне понравилось вчера светило солнце мы шли с 3 800 на 4 600 я шел последний как черепаха но я наслаждался я не чувствовал своего 10 килограммового рюкзака с фотоаппаратом только я горы и облака никого вокруг было потрясающе единственное конечно ребята меня ждали и с упреками смотрели но когда он уже доползет мы тут стоим целый час его ждем собираемся дальше идти а дальше идти мы могли только вместе в связку потому что мы проходили зону трещин относительно опасная на чем там конечно надо связываться вот мы идем связки потому что на нашем пути есть несколько таких от трещин говорят глубина может достигать сотни метров что ли но видно только 10 поэтому наш гид принимает такие меры безопасности у нас вчера было 6 человек вчера 8 вполне безопасно даже если один вдруг случайно провалится в трещину конечно 6 человек спокойно его удержит и вытащат но эту зону нужно проходить вместе поэтому все друг друга ждут все идут в одном темпе надо подстраиваться все-таки восхождение дело командное в нашем случае погода может измениться за 15 минут видимости ноль тут конечно важно полагаться на друзей товарищей партнеров понравилось тебе кашеварить это просто бест никогда не или такого риса хотите попробовать такой рис идите ноль брус но вот эти три с половиной тысячи метров этот рис нужно варить часа два с половиной потому что вода кипит при температуре 8 80 градусов и рис не реально разварить нет единиц детей мы мы-то в Steel Пilar водителем в среднем в anestезии патруст沒有 упалlo нет вы гиды все хипер вне гол все все очень вкусно очень вкусно Хачапуи очень вкусно. И чтобы пить, у нас есть только одна опция. Та? Или тей? Может быть тей? Иногда с лимоном. Это самое вкусное, что я ел за последнее время. Но к вечеру мы добыли пиво. Мы купили пиво из магазина. Супер-маркет. Это был лучший пиво в моей жизни. Балтика Северния. В любом случае, что вы спросите, вы получите ответ на пиво. Паде. Не знаю, это подножье Эльбруса? При Эльбрусе как это считается? Да нет, почему? Это уже такая нормальная высота. Ну вот тогда с Эльбруса. Привет, девчонки. Я вас люблю. Своими губками прекрасными. Я так еще не делал никогда. Перезаряжаю пленку форматную. На высоте 3800 метров. Палатка в палатке. У меня с собой 4 кассеты. То есть 8 кадров на день максимум. Я вот сейчас уже разрядил, зарядил. Сейчас вам покажу. Вот мои коробочки. Я раскладываю по разным коробкам. Отснятую пленку. Потому что разная яркость была при съемке. Я буду их по-разному потом проявлять. Зонная система ансладом соорудит. Хотя сделать здесь все это тяжело. Записывать сложно. Карандаш на морозе не достать. Я зарядил. У меня вот одна пачка уже инфарда закончилась. Остался один листик. Вот такой вот. Я снимаю 13 на 18 сантиметров. Пленка. Держи, Дарюх. Завтра будем фоткать. Что у нас снаружи. Вот как можно выйти в такую погоду и просто что-то приготовить. Слушайте, ну у нас есть тут с собой горелка. Можем кипятить воду. Да, кашу завариваться. Да и все. Я варю чечевичный суп со специями. Солью. Наконец-то. Будет очень вкусно. Мы сидим в палатке, потому что снегопад заставил нас спрятаться. Он на секунду только закончился. Мы открыли двери. Но скорее всего сейчас снова начнется. Ну вот наконец-то у нас настоящий тест палатки Hooper Light Mountain Gear Hultami 4. Потому что все обзоры на YouTube про нее выглядят так. Я получил палатку, открыл, установил ее у себя на заднем дворе на газоне. Она очень большая и комфортная. Класс. Ни слова про дождь, ни слова про ураганный ветер. Вот сейчас мы испытываем тут. У нас водопад, ветрища. Начинается шторм на Эльбрусе. Мы успели пообедать. Сейчас проверим, выдержит ли она этот ветер. Я пошел. Это просто жесть. Хорошо, что мы сегодня не пошли на гору. Какой физической возможности? Нереально. Снега Казбека были бледно-голубые. Край тени быстро сползал к низу. А Казбек точно выплывал из тьмы в середину неба. И тихо сиял в теплых утренних лучах. Мне страшно. Да. Идти немало. Сейчас погода вообще неподходящая. С 12 до 12 будет ясное окно, которым мы хотим воспользоваться. Не знаю. Просто внутренний страх перед горой. Я думаю всего по чуть-чуть. Погоды не боюсь. Погоды не боюсь. Дин, ну ты собираешься на вершину сегодня идти? Попытаемся. Ребята решили пойти сразу. У нас и деньги. Поэтому, конечно, страшно. Потому что может просто не хватить силы, здоровья, чтобы подняться. Ты готов? Да, я готов за это, технически. И я не могу ждать, чтобы чувствовать высоту. Аттитута 5621 метров. Надо дойти до 10-11 утра, чтобы успеть сфотографировать все вокруг. Главный Кавказский хребет. В районе обеда погода может опять испортиться. И надеюсь, что мы уже будем к этому времени на спуске. Если, конечно, хватит сил дойти. Мы так высоко за раз мы еще не ходили. Даже до 5000 еще не доходили. Ну, посмотрим. Надеюсь, хватит сил. Всем привет! Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. В каких варежках-перчатках идти? На Эльбрус, на вершину. Чтобы было тепло, обязательно. Варежки-верхонки. Слисовые перчатки. Перчатки из мембраны. Вы знаете, первый раз я еще в том году, когда ходил, один мой друг посоветовал, возьми обычные хребетчатки. Круче них на Эльбрусе нет ничего. В них можно и таскать камни, и мыть посуду, глазить по скалам. Если холодно, чуть-чуть согреться. В общем, 100 рублей, а удовольствие на 1000. Спасибо. Какая высота? 4550. 4550. Это время. 5 часов 13 минут. 5 часов 13 минут. Уже идем 4 часа с половиной. Еще лучше. Иди давай! Время discrete! Сотрудующих! Иди сюда! Время лучше! Иди сюда! Время inclus항! Время предыдается! Субтитры сделал DimaTorzok 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 в Петербурге. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на первые две части в описании.